Я мусульманин. Ну, мусульманин, и что из этого? Вы же тоже человек, и вы тоже на суде Божьем будете стоять. Я это не говорю, нет. Я это не говорю, что из чего сотворили. Я говорю, что как раз-таки Бог един. Един. А вы говорите, что Бог один, но его трое. Не трое. А я говорю, Бог не родил и не родим. Вы понимаете, вы судите по тому, что у вас написано, а вы сравните с тем, что написано вот в этой книге. Нет. Вот смотрите. Вот. Как книга называется? Она появилась на шесть... Сколько раз она переписывалась? Нисколько раз не переписывалась. До одной буквы нет. Это все ложь придумали. Вы знаете, как... Библия не переделывалась? Библия не переписывалась, как попало. А в каждой строчке считались буквы, на полях писались, сколько. Буквы одну не потерять. Это вы говорите так, с кондачка, не знаю. А хорошо, дед, а можно вопрос? Ну, задавайте. А в вашей Библии сказано, что свинину употреблять нельзя? Написано 11 глава Луки этого, Левит. Сказано? Сказано, что копытное животное, у которого нет жвачки, пищу не употреблять. А почему же большинство христиан употребляют? Да потому что это в Ветхом Завете. А в Новом Завете написано так. Всякое творение Божие хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с молитвой и ощущается Словом Божиим. Послание к Тимофею апостола Павла. А теперь можно один решающий вопрос? Я вам ответил сейчас на этот вопрос. Ветхий Завет и... Последний. Хорошо. Но вы сказали Ветхий Завет и Новый Завет. Так какой из них правильный? Оба правильные. И какой из них от Бога? А какой из них люди переделали? Так вы сейчас... Потому что Ветхий Завет, он был изначально и в нем нельзя, а потом люди переделали на Новый. Вы вопрос задали? Умейте выслушать? Выслушайте. Выслушать-то я выслушаю. Господь говорит, творю все новое. И Ветхий Завет, это была нянька, которая подвела к Новому Завету. Уже предсказано было. Пророчество пророка Исаии говорится в 53 главе. И сын человеческий изъязвен за грехи мира. Беззаконие мира взял на себя. Я беседую с мусульманами, мне они очень близки. Я говорю, у вас спаситель кто? Они не знают, нету. Вот мы ночуем в доме Мулы. Это все в снимке, снято у нас где-то. Я беру 6 глава, 23 стих, послание к римлянам. Написано, возьмешь здесь за грех смерть. И все согласились. И Мула, жена его, они очень грамотные. Она на четырех языках разговаривает. У них и Библия есть, и Коран. А я с Кораном стою. Я на Коран целую книгу написал. Суры, а я ты на одной разбираю. А вы истину ищите. Так, смотрите. А вы истину ищите, если не пойдете своему пути. Я закончу сейчас. И вот согласились, что возмездие за грех смерть. Согласились полностью. А дальше-то как? Человек вот убил человека. Его посадили в тюрьму. Утром его казнить будут. Как ему спастись? Творить добрые дела. Больше он ничего не может. Какие дела утром казнят его? Он сидит в тюрьме. Нету. А у нас написано, запятая. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Иисус умер за нас. Умер. Воскрес. А вы отрицаете. Он не умер, не воскрес? Только дьявол мог придумать такое. Как не воскрес? Двы тысячи лет верили, воскресли. Куда он делся? Почему написано Деяние 4 глава 12 стих? Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Минутку я сейчас покажу вам. Подождите. Не, не, не. Вы там не можете показать все что угодно, но объясните мне, как же... Да не что угодно. То, что я покажу, вы не имеете права отрицать. У вас права на это нет. Смотрите внимательно. Дед, я тебе одно скажу. Так, скажи, что написано? Написано Коран. Здесь что написано? Ой, я арабским не владею. Ну вот, я еще ни одного в интернете не встретил, кто бы владел. Они знают имя Аллах, а больше ничего не знают. Вот эту книгу я разбираю по сурам и аятам всю. Целый том написан. И что о мусульманах, и что они говорили 1300 лет. Понимаете, я с вами говорю... Почему 1300? 1300 лет мусульмане, как существует. Мухаммад умер в 632 году. Я спрашиваю, скажите, он воевал? Мусульмане воевал. А сколько битв провел? Ни один не может ответить. Я им говорю, 72 сражения он провел за жизнь. И только два было оборонительных. Остальное грабили караваны. Это не кто-то пишет в мусульманских книгах. Да, это никуда не отрицает. Мусульмане не отрицают. Дед. Я нахожусь в собрании, там мулы, имамы, имамы. Большое собрание мусульман. И ни один против не говорит. Дед. Вот те ученые, которые с тобой не могут поспорить... У меня нету знаний, чтобы с тобой спорить. И поэтому я не буду сейчас с тобой спорить. А вот те ученые, имамы, которых ты называешь имамами, которые не могут с тобой поспорить, они не обладают знаниями и просто ерундой занимаются. Ничего себе. А ты не... Дед. А они только что вернулись, и из Мекки и Медины поклонялись. Не важно, куда они ходили. Важно то, что они знают. А знания у них, как я вижу, по-моему... Знания у них самые высокие. Ты не истину ищешь. Дед. Тебе много лет, и ты знаешь, что жизнь, она не вечная, и по-любовому нам умирается. Но ты ищешь не истину, а ты держишь свой путь. На кой путь? Вы Евангелие... Истину ищешь. У вас написано Евангелие, поминается, нет? В Коране. Вы хоть раз просчитали его Коран? Мы чтим всех пророков. Мы чтим... Мы любим вашего Христа больше, чем вы его любите. Мы его не считаем Богом. Мы ему относимся точно так же, как он хотел, чтобы к нему относились. А вы делаете из него... Вы Евангелие считали хоть раз? Он человек, рожденный... Евангелие считали? Евангелие? Нет. Ну, как говорить, когда не считали? А вы кого здесь ищете? Ищем грешников, чтобы вытащить из этого рва погибельного. Из тьмы кромешной. На этом месте развратом. Здесь что попало делается? Это прелюбодейство, пьянство. Почему? В Бога не верят. Мир с ума сошел. Прямо открыто творят блуд, раздетая. Половина мужиков голые валяются. Женщины трясут, чем не надо. Смотрите на это, типа, крещите. А вы... А вы как хотите это исправить? Словом Божьим. Вот у меня с собой лекарство есть. Я принес его всем. Сразу скрылся. Все. Библию только показал и сгинул. С Богом. У вас есть вопросы духовного плана? А вы что здесь, консультируете? Вы поближе. Только договоримся сразу, чтобы ни одного ругательного слова не было. Сядьте прямо. Хорошо. Поднимитесь с подушки. Сядьте прямо. Я же перед вами сижу, а мне 80 лет. Мы для того, чтобы людям рассказать о Слове Божьем, Евангелии, как жить надо. Потому что здесь собрало Содом и Гоморра. Самое блудное место во всем интернете. А вы зачем сюда? Затем, чтобы людям возвестить великий путь спасения, который Бог даровал нам. Известие через эту книгу. Потому что то, что делают здесь, это погибельное. Ни один блудник прелюбодей в Царстве Божьем не будет. Он будет в огне мучиться с сатаною. Так говорит Библия. Надо жить по Евангелию. Сегодня Благовещение. Вставать надо, идти в храм, помолиться. Сегодня рыба разрешается. А первый раз за Великий пост. У меня мусульманская вера. Ну и что мусульманская? Какая вера? Надо, чтобы спасительная была. Я вам покажу сейчас. Считайте, что написано? Коран. Коран. А здесь что написано? Вот вся вера ваша. Вы веру свою не знаете. Ваша вера тоже заботится о спасении души. И они признают Христа, Иса. Но Иисус не в том образе показано. Он умер за наши грехи. Умер. А потом воскрес в третий день. Вот через три недели будет Пасха. Он спаситель. А спасителя у вас нету. У вас есть Создатель только. А Господь освобождает от грехов. Он понес грехи мира на себе. Мы проехали шесть мусульманских республик. Были в Турции. У меня 38 книг вышло. Я их решил подарить библиотекам мира. У меня в мусульманах самое хорошее мнение. Мы в доме Мулы даже ночевали в Баку. Потом пошли в мечети были. Мы знаем, о чем говорим. И они согласны. Они не могут ответить на вопрос, что возмездие за грех смерти соглашаются. А дальше что? Человек, приговоренный к смерти, сидит, утром казнят. Что он должен делать? Нет, а у нас покайся. И веруй в Евангелие. Христос понес грехи мира на себе. Меня волной смыло с корабля. У меня остались минуты. А дальше развязка. Что? Христос, спаси меня. У меня был брат верующий, парализованный, Сергей Козлов в Саворонеже. И он перед самой смертью зашел сюда и два ролика выставил. Я посмотрел, ужас один, это Содом. А один блуд. В женской воню все задохнулись. Ну и взял Евангелие, помолился и говорю, Господи, дай мне талант Сергея. Сергея, который умер, Козлов Сергей. Я нахожусь уже 70 дней. Мы свидетельствуем о Боге, о Его втором пришествии, Христа. Какая казнь ждет. Мы знаем, что в будущем, как события политические будут развиваться. Людям возвещаем покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот для сего мы тут находимся. А где вы сейчас находитесь? Город Барнаула, Тайский край. Игнатий Лапкин. Если вы зарядите в Ютубе, во свете Библии, Ютуб, во свете Библии, зарядите, во свете Библии, Игнатий Лапкин, и вы выйдете на наш ресурс, Ютуб, наш канал. 14 700 роликов. Вы официальная организация? Ну вы маски-то маленько снимете, не бойтесь, никто не тронет. Да мы не боимся. Просто потом одевать. Одевать лень потом. Мы ленивые. Вы знаете, у Беляева есть человек-невидимка, рассказ, вот вы так же. И очки, и все, чтобы нигде не засветилось. Но мы тоже зашли с блудом бороться. Только распугать этот народ. Только другим методом. С другим методом, да, мы их не смениваем. Мы свидетельствуем о любви Божией, о его долготерпении. Покайтесь. Мы таким уничтожим деду Содома Гамору. Вам ничего не сделать без Христа. Вот сейчас один со мной разговаривал, он согласен, я говорю, мы строим православную деревню. Человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Он говорит, у меня одного качества не хватает. Я говорю, куришь? Ну да. И уже в деревню охота переехать, я говорю, не просто сюда. А нас говорили, говорит, а в отряд космонавтов легче попасть. Мы строим православную деревню, все православные. Храм построили, дороги, за свой счет все. Я не берегу, не ворую, только не очень верю. Вы далеко и очень плохо так, слова такие заедаются. Если вы верите, то сегодня Благовещение. Благовещение сегодня. Надо пойти в Храм Божий. Вы додумались вот эту водолазные костюмы-то сделать себе? А это не надо ничего, это ничего не дает. Это не водолазные костюмы, это бабушка связала, чтобы лицо не мерзло на улице. Ну, очки такие надеть, фары такие. Ну, мужики, это смешно даже. Да, поэтому мы здесь. Нет, поэтому, чтобы не узнали. Не узнали. Это прячутся арименщики и мусульмане. А чем мусульмане плохие? Они ничем не плохие, я не говорил, что плохие. Я говорю о том, что... Я им говорю, зачем вы-то здесь? Ну, вот, познакомиться, познакомиться для блуда. Я вас, жеребцов, знаю. Ненасытные. Дома четыре жены, за всех колым платить надо. А тут 44, даром и голые. Вот вы и пришли сюда на чужих кобыл. Захохотали, сидят. Ну, так и есть. Ну, ладно, удачи вам, ваши дела. Так. Если вы будете иметь желание продолжить беседу, зайдите в скайп. И я там один с этой фамилией, Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. Только напишите внизу, чтобы были открытые лица. Конечно. Так. Всего хорошего. С Богом. Мы бороться. Аллилуйя. До свидания. По милости Божией, сегодня мы празднуем большой праздник. А что за праздник? Благовещение Девы Марии, которую вы Марьям называете. Я удивляюсь, вот здесь мусульман на этой рулетке развратный. Примерно 80%. И вы почему свой закон-то не признаете? Конечно, знаю. Узнаю. Что написано? Что написано? Считайте. 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 Вы закон свой не знаете. Вот это что удивительно. Если я христианин, то моя книга, Библия, в 5,6 раза толще вашей книги. И я ее всю должен знать. Я специально занимался Кораном, пасуром и аятом. В сравнении с Библией. Целый том у меня вышел. И вы зайдите, Игнатий Лапкин. Да. И вы просчитаете. Там не нападок. Откуда? А. Вы с нами откуда? С какого города? Алтайский край, город Барнаул. Игнатий Лапкин. А. Барнаул. Барнаул. Мы строим православную деревню с нуля. Где все верующие. Где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Воровать и лгать. Что? Это что? Секта какая-то, да? Секта. Православная церковь. Глупый ты мужик. Секта рукой не крестится. У них этого нет. Ты маленько-то разбирайся. Из староверов мы, но мы принадлежим к официальной церкви, к православию. Я вот вам расскажу, что вам трудно поверить будет. У меня вышло из печати... Послушай. 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 18 лет было. Послушай. Мы сейчас ничего не знаем. Ты послушай, я скажу. У меня вышло из печати 38 книг моих. И мы решили подарить их страны мира. Проехали 120 тысяч километров. Были в шести мусульманских республиках. В доме мулы ночевали в Азербайджане. А потом в мечети молились. Нам есть что показать им. По отдельно комнату намаза открыли. Мы разулись, зашли, помолили. У нас все заснимается. Вы сами себя увидите. Вот сейчас разговариваем. Во свете Библии называется наш YouTube канал. Там 14 тысяч 700 роликов. Вот валяются пораженные. Я знаю как. Вы задохнулись в миазмах женской войны. Поэтому рулетка здесь. Она крутит вами. Играйте ею. Сегодня благовещение. Сегодня благовещение. А? Ты что не спишь, я говорю? Ну вот так. Лежать не надо. Это вредно для головы. Она будет болеть у вас. И тромб оторвется. И вы умрете. Надо на ногах быть. А лежать не больше трех часов. Я работал здесь. Я водителем работаю здесь. Ну и что водитель? Ты можешь на спинку откинуться вот так вот и сидеть. Но не ложиться. Ты водитель. А мы проехали с нашей миссией 120 тысяч километров. Я подарил книги свои. 38 томов у меня вышло. В 650 городов. Не благовещение. Не благовещение? Сегодня благовещение. Храм у вас есть? Открытые церкви? Нет. У нас в городе нет храма. Ни одного нету? Вообще. Да как? То что за... Ваканды. Ну и что такое? Ваканды. Ну, храмы-то есть все-таки какие-то? Помолиться-то? Ну далеко вообще, капец. Даже удивительно. Как так? Километров 200, наверное. Не знаю я-то. Вы не в городе живете? Мы в городе, Ваканды. А где это? Какая область? Башкирия. В Башкирия? Так мы там были. У вас какой город главный? Ухань. Уха, правильно. Там в библиотеке мои 38 книг находятся. Игнатий Лапкин. Нам город очень понравился этот. Ну да, город неплохой. Но Ваканды лучше. Ну у вас храмы-то обязательно есть там. Ну нужно... Ну туда и легко, короче, между храмами. Так, у нас большой ютуб. Ютуб большой. Во свете библии называется. Канал. Во свете библии. Хорошо. И Игнатий Лапкин. Зарядите, вы зайдете. И по скайпу меня найдете под этой фамилией. Ну все, пока. До свидания сегодня. Продолжение следует...